Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы, и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый. Здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый. Когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей. Памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко. И песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Стоял, возбужденный назывался. А для чего я одел эту пескозырку, пескозырька? А для того, чтобы вспомнить, что служил я на Техокеанском флоте, это раз. А сейчас таких ленточек нету. Сейчас ленточки военно-морской флот обезличили мужиков, моряков. Раньше мужики гордились этим, что здесь написано Техокеанский флот. А те, кто на Северном, те гордились, что написано Северный флот. А сейчас военно-морской флот. Ну и все. Вот эти ленточки ценились очень. Особенно, когда ты уходил на ДМД, на дембель. То, конечно, нужна была новая ленточка, чтобы вот эти буквы сверкали. За время службы многие научались чему-то, чем можно было заработать деньги себе на дембель. Кто-то умел шить голландки. Кто-то умел шить брюки-клёш. Потому что выдавались брюки такие шаровары. Поэтому из них переделывали, их перешивали в клёш. Но потому что моряк это клёш. Это тут мода вечная. Клёш. И за это брали деньги. Перешить брюки стоило 15 рублей. Шить голландку, приталить ее. Потому что выдавали мешкообразные. Тоже пятнашечку стоило. Кто-то делал морского чертика. То есть морского бычка. Океанского. Он как чертик, как дракончик. Его брали, засушивали. Растягивали все плавники его. Он такой аж щетинившийся. Пасть ему раскрывали. И засушивали. Потом лаком покрывали. На специальную фанерку ставили. Красочно делали и продавали. Морской чертик тоже пятнашечку стоил. Кто-то делал крабов. Варил крабов. Вытаскивал оттуда все мясо. Высушивал их. Лаком покрывал. Тоже на досочку специальную. На досочку обязательно клеили. Наждачную бумагу. Крупнозернистую. Она как песок. Такая искрилась. Вроде бы как морское дно. Тоже лаком все покрывали. Продавали. Крабы тоже стоили пятнашку. И очень важное мастерство, которое передавалось по наследству. Это сшить бескозырку. Фирменную. То есть настоящую. То есть крутую. Не из тряпки из хэбэшной. А из шерсти из настоящей. У нас тоже Костя Балабин. Он из Ленинграда. Он умел сшить бескозырку. Он тоже самое брал пятнашку. Двадцатку за одну бескозырку. И он научил меня и Серегу Шунайлова. Со Свердловска. Привет, Серега. Сшили мы бескозырки. Это на самом деле мастерство большое, чтобы сшить ее. Для того, чтобы она была красивой, использовала шерсть настоящая, черная. То есть брюки распарывались. Они шерстяные были, черные. Вот этот кант на обычных стандартных бескозырках. Он из тряпки сделан, из белой ворсистой. Он мацается, некрасиво смотрится. Форму не держит. Вот эти вот два канта. Поэтому для этих кантов использовались экраны. Покупались специальные экраны, на которых фильмы крутили, диапроекторы. И оттуда вот эти полоски отрывались. И вот здесь под ними бралась упругая, метная проволока, толстая. И делался вот этот круг. Этим экраном обшивался круг. И вот это второй круг. Потом все это пришивалось двум пластам кругляшей вот этих из шерсти. Один вырезался, выворачивалось это все. И потом уже пришивалось вот этот кант. И уже потом здесь делались ниточки специальные, как прошить. Пришивалась и вставлялась ленточка. Тихоокеанский флот. Ну, тут еще под кокарду я уже не стал делать. Из этого же экрана вырезались контуры. Тогда эта кокарда вообще смотрелась празднично. Вот такая бескозырка. Это на самом деле произведение искусства. Нам офицеры заказывали свои фуражки, чтобы пошить классную фуражку. Так что вот так вот. И я где-нибудь заработал денег. И купил себе джинсовый костюм на эти деньги. Этот обошелся мне больше, чем 300 рублей. И мне еще хватило денег прилететь быстро домой. А билет, я вам напомню, с Камчатки в Москву только стоил 180 рублей. Зарплата инженера была 140. И еще мне хватило денег там погулять по приезду. Вот что такое научиться что-то делать. В чем-то стать профессионалом. Поэтому вот эти бескозырки меня кормили. Со всей бригады приходили мужики. Заказывали себе бескозырки. Мы мерки снимали и шили. Где-то на бескозырку дня три уходило. Это не так-то просто. Почему три дня уходило? Да потому что ты что на вахте стоишь, то еще там где-то. То тебя шмонать начинает. Потому что если там попадался офицер, который выслуживался, он начинал искать неуставщину всякую. Уничтожать это все, конфисковывать. А потом гнида приходила, через пару месяцев раз шей мне фуражку. Я говорю, так ты же сам забрал у меня все экраны, забрал весь материал. А теперь тебе фуражку пошить? То есть люди неадекватные всегда попадаются. Так что такой вот рассказ про бескозырочку. Она сейчас на меня немножко маловато, но с годами голова крупнеет. Умнее становишься, с годами голова распухает. Ну а тогда было в самый раз. Ну и еще. Бескозырки, годки флота, то есть дембеля. У солдата, деды, на флоте это годки от слова год. Остав последний год службы. Поэтому их называют годок флота российского. Годки носят бескозырки, пока их не заставят одеть вот так вот правильно. Это правильно одето, по уставу. Они носят их на затылке, в этом высший шик. Вот так вот. Непонятно, как она держится, а тут чубчик. То есть клоун. Как офицер говорит, кто ты клоуна из себя куртишь? А я же и есть клоун. Ну, осень говорит, даже наш клоун. Я к этим вернусь. Потому что настоящий клоун, это артист высшего класса. Это признание артистическое. Уметь играть смешно, это мастерство. Поэтому я рад, что я умею быть клоуном. Вот, вот, вот. Режиссер мой показывает, сейчас сдует ветром. Да не сдует. Годок фрота умеет носить так, что не сдует. А оказывается, что висит в воздухе, это бескозырка. Нет, это надо уметь. Ну, а ленточки, если вы знаете, для чего были. Именно для того, чтобы не сдувало бескозырку. Их завязывали здесь с лентой. А сейчас смотрел парад в Питере, а у них уже кисенки. Так что вот так годки носят бескозырки. Ну, раньше носили, сейчас не знают. А вот так холд стал вот. Ну, тоже красиво. Вот так делали. Понятно. Помните оборону Севастополя, когда он с гранатами. Моряк. Он так держал бескозырку. Воспоминания о море. А сейчас не везет пацанам. В корабельный состав не берут срочную службу людей, призванных на год. Их просто не берут. Почему не берут? Да потому, что он не успевает ничего. За год невозможно стать специалистом первого класса. Я стал специалистом первого класса по третьему году службы. Уже отслужил почти два с половиной года. Мне присвоили первый класс комендора. То есть артиллериста, который уже знает все. От и до. Умеет стрелять в любой позиции. И на горизонтальной наводке, и на вертикальной заряжающем. И командиром башни. Все умеет. Вот это первый класс. Умеет чинить. Затвор. Все умеет делать. А что ты за год научишься? Если ты полгода в учебке проведешь. А потом придешь туда. И пока ты корабль изучишь. Я вам напомню, что когда приходит матрос на корабль, ему дают время на изучение корабля. Если корабль небольшой сторожевичок, месяц дают. Его не трогают. Ни на вахту не ставят никуда. Он только изучает, где, на каком шпангоуте, что находится. На эсминцах и на крейсерах дают два месяца на изучение корабля. А на таких, как авианосец или крейсер большой, дают три месяца. То есть человек только изучает, где что находится. Так вот представьте, он полгода провел учебки, три месяца изучал корабль или два, а осталось служить, то есть всего ничего. И только тут он его начинает учить стрелять, там метиться. Поэтому сейчас в корабельный состав на корабли берут только людей, которые уже на сверхсрочной службе. Которые профессионально относятся к этому. Мечмона, старшины. Все такое год. Ничего не успеешь. А многие еще считают, о, потерянное время. Да ни хрена не потерянное. Здесь происходит становление мужчины, человека, который начинает понимать ценность мужской дружбы. Начинает понимать ценность нашей земли. Ради чего он живет на этом белом цвете, начинает понимать. Это раз. И второе. Ничего ты не теряешь, только приобретаешь от общения с людьми. От преодоления трудностей и невзгод. Волощук СД в 22 года пришел со службы, успел стать доктором наук. Ничего люди не теряют в своей жизни. Теряют только идиоты. А человек умный из всего. Делает выводы и развивается беспрерывно. Вот так вот. Так что, приветствую вам от гонка флота российского Волощука СД. Rock'n'Roll forever! Уважаемые любители рок-музыки, подходим к самой бухте Завойко. Вот она сзади меня. Там военные корабли стоят. Вот именно здесь я и служил. Но вначале расскажу, кто такой Завойко. Завойко Василий Степанович. Это адмирал российского императорского флота. Первый военный губернатор Камчатки, которого прислали сюда в середине 19 века. Наладим здесь и военную жизнь, и гражданскую жизнь одновременно. Он из рыбачьего поселка сделал город, селок городского типа уже. В котором были и казармы, и лобазы, и военные склады различные. Он же завез сюда 200 коров. Он научил местных жителей вести сельское хозяйство, а не только с рыбы кормиться. То есть он помимо военной службы организации обороны Камчатки, он еще и организовал гражданскую жизнь. Поэтому его здесь так почитают. И здесь именем Завойко назвал не только бухта, но и поселок городской. И какие-то улицы даже. И стоят ему памятники. Но памятник мы показывали вам на площади, на набережной стоит памятник Завойко. Бухта называется «Его честь». Сейчас, к сожалению, основные корабли Камчатской флотилии перешли во Владивосток. Там основная база флота. Ну а тогда здесь была Камчатская флотилия. Стояло много кораблей. У нас стояли и большие противолодочные корабли, и эстминцы, и сторожевики. Поэтому это была большая такая база вот здесь. Мне довелось послужить сначала на большом противолодочном корабле. Старожевой он был флагман Камчатской флотилии. Потом меня перебросили на эстминец возбужденных в башню главного калибра, где я прослужил целый год. Потом я попал в спорт роту. Там год прослужил. И еще потом год служил на сторожевике «Лунь». Я тоже вам про него рассказывал. Про нашего старкома, старшего лейтенанта Черкова, который заслужился, да, главнокомандующего военно-морским флотом. Наш старком с «Луня», со сторожевика. Вот тут мы стояли. Наши корабли, эсминец, и сторожевик, и БПК-шки, они становятся, извините за выражение, с жопой к пирсу. Ну, кормой подходит. Этот стоит боком к пирсу. А мы заходили вот как тот корабль. Ну, гражданский. Становились, швартовались кормой к пирсу. На самом деле, это очень сложно. Это очень большое мастерство командира корабля, который может быстро пошвартоваться, закинуть якоря и заходить задом туда. Бухта за вой. Вот тут, возле пирсов мы и стояли. Но сейчас, видите, с башнями стоит сторожевик. Это военный корабль. Это все кораблеобеспечение. Потому что основные корабли ушли во Владивосток. Основная мощь. Ну, так посчитало нужным командование. Уважаемые любители рок-музыки, мы покидаем бухту Завойко, 12-й причал, и направляемся в морской порт города Петропавловск-Камчатский. Вот она, благодатная земелька и бухточка заветная, где служил рокер Волощука-Зда. И в конце своего рассказа о флотской службе я расскажу немного о музыке, которую мы слушали на корабле и сами пели. Ведь человек не может жить без музыки. Многие думают, что музыкой люди интересуются, когда уже все основные потребности человека удовлетворены. А так ему не до музыки. Но жизнь говорит, что это не так. Человек нуждается в музыке всегда. Даже в самые тяжелые времена люди поют. Пусть не веселые песни, но все равно поют. Так как песня сплочает людей и укрепляет дух. На корабле во время большой приборки по субботам из радиорубки крутили нам музыку, на весь корабль, чтобы было веселее палубу драй. Особого выбора там не было, а была только одна бобина и катушечный магнитофон. И вот дежурный матрос перематывал ее и крутил снова и снова. Другим это однообразие надоедало. А мне нравилось, так как там были записаны песни рок-группы Автограф. Мне очень нравилась их музыка, поэтому я мог слушать их бесконечно. Прекрасные им удалось создать тогда песни в 80-е годы. И, конечно же, мы и сами пели песни. У нас в Кубрике было аж две гитары, поэтому у нас еще и аккомпанемент был, ритм соло. И вот одну нашу песню, которая передавалась от призыва к призыву, и которая мне очень нравилась, я решил отаранжировать в своей стилистике, назвал ее «Корабельная» и завтра вам ее спою. До встречи, друзья! Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Валащук. Валащук.